Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Про Цветок. В этом видео я, Пашкевич Анна. И именно из этого видео вы узнаете, что можно посеять после луковой грядки, после чесночной грядки и, в принципе, после луковых культур. Луковые культуры, лук репчатый, чеснок, зимний, яровой, черемша, как правило, нами убираются самыми первыми овощами с огорода. Уже от середины лета появляются пустые, незанятые земельные кусочки. И самое ошибочное мнение, которое появляется вместе с голой землей, это формулировка, что пускай земля отдохнет. Но когда обнажается земля, когда она не занята овощами, начинаются эрозийные процессы. Действует воздух, действует вода, вымываются питательные элементы, уплотняется грунт, начинают распространяться сорняки. Поэтому святое место пусто не бывает и после уборки луковых культур обязательно необходимо заполнить наши грядки или седиратами, или овощными культурами короткого цикла созревания. Если мы говорим про повышение плодородия почвы, про здоровление почвы, то, конечно же, выбор стоит обратить в пользу седиратов. О том, какие седираты лучше посеять после луковых культур, в первую очередь вам сообщит почва. Например, если у вас почвы плотные, малоплодородные, то мы их будем разрыхлять такими седиратами, как вика-овсяная смесь или люцерна. Если ваши луки росли мелкими, были светло-зеленого цвета в пере, а также они желтели своими верхушками, или того хуже у вас на огороде присутствует хвощ, то это будет сигнализировать о кислых почвах. Выравниваем кислотность почвы такими седиратами, как овес, гречиха и подсолнечник. Известно, что луковые культуры активно выносят из почвы калий, поэтому обогащаем почву этим элементом путем высева гречихи. Также луковые культуры выносят азот, особенно если это был зимний чеснок. Поэтому не забываем про высев бобовых седиральных культур, например, горох или люпин. Если все-таки вы решите высевать овощные культуры после луковых, то необходимо отдать предпочтение в пользу зеленых культур и столовых корнеплодов, которые способны переносить корневые выделения, оставшиеся после лука и чеснока в почве. Можно высевать укроп, салат, крест-салат, петрушку, различные другие зеленые культуры, рукулу в том числе, но подбирая сорта более ранних сроков созревания и устойчивая к грибным заболеваниям, которые приходят к нам с понижением температур и повышением влажности, в частности, мучнистая роса на зеленых культурах. Корнеплодами могут послужить редис, также дайкон, ранних и ультраранних сроков созревания. Также можно выращивать и морковь, и свеклу для получения пучковой зелени или маленьких корнеплодов, которые по-другому называют бэби-овощи. Луковые культуры оказывают фунгицидное действие, повышают антифитопатогенный потенциал почвы, также являются вирулентными против некоторых заболеваний, которые лютуют у нас в земле. Поэтому луковые культуры станут хорошими предшественниками для посадок с многолетним циклом выращивания, в частности, для земляники садовой или, как принято у нас называть, для посадки клубники. Вместе с этим в почве накапливаются и специфичные болезни и вредители, характерные для луковых культур. Поэтому, планируя следующий вегетационный период, необходимо обращать внимание на те культуры, которые вы будете высевать или высаживать после луковых, то есть учитывать севооборот. С таким счетом, чтобы ваши луки вернулись на прежнее место не раньше, чем через 4 года. Надеюсь, это короткое видео поможет вам правильно подобрать овощные или седиральные культуры после луковой грядки. Желаю вам всего доброго! Оставайтесь на канале Процветок, подписывайтесь, не забывайте ставить лайки. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok